Приветствую! В этом видео мы рассмотрим замечательный аддон, который сильно облегчает работу с модификатором Boolean. Данный аддон позволяет создавать различные отверстия и иные вырезки на 3D моделях, а также помогает объединять несколько объектов в одно целое. Удалим все лишнее и добавим простую сферу. Например, сейчас я хочу сделать так, чтобы примерно вот здесь было отверстие. Для этого сначала добавим цилиндр. При помощи инструментов перемещения, вращения и масштабирования сделаем так, чтобы цилиндр насквозь пронизывал нашу сферу. Теперь нам нужно, чтобы этот цилиндр своей формой вырезал отверстия на шарике. Сделать это очень легко и быстро поможет специальный аддон. Нажимаем на кнопку Edit в верхней части экрана и выбираем Preference. В открывшемся окне кликаем на Addons. Затем в поиске впишем Bull. Видим, что появился аддон, который имеет название Bull Tool. Активируем его, поставив галочку здесь. Закроем данное окно. Вот сейчас все внимание сюда. Теперь, чтобы создать отверстие, выделим сначала цилиндр. То есть объект, который будет вырезать отверстие. Затем, зажав клавишу Shift, выделим сферу. То есть объект, на котором в свою очередь будет располагаться отверстие. Теперь простым движением руки зажмем клавишу Ctrl и не отпуская ее. Также одновременно нажимаем на Non-Pad клавишу Minus. Если никто ничего не понял, покажем натурную вставочку. Внезапно видим, что на шарике появилось отверстие, ровно повторяющее форму цилиндра. Выделим этот объект. Это то, что осталось у нашего цилиндра. Заметим, что перемещая, вращая или масштабируя данный объект, изменяется положение отверстия на шарике. В этом преимущество аддона BullTool, когда мы сразу видим изменения на объекте и можем их редактировать в реальном времени. Выделим шарик и перейдем во вкладку работы с модификаторами. Когда мы создали отверстие, автоматически добавился модификатор Boolean, который как раз отвечает за подобные изменения. В настройках данного модификатора есть три режима. Простыми словами, это типа взаимодействия объектов. Например, сейчас включен режим Difference, то есть вычитание. Именно этот режим позволяет вычитать форму одного объекта из другого, то есть ровно то, что мы наблюдаем сейчас. Нажав на Union, объекты не вычитаются, а наоборот, сращиваются между собой и становятся одним целым. А режим Intersect позволяет подогнать нашу сферу под форму этого цилиндра. Редко когда применяется, но все же. Но вернемся к режиму Difference. Чтобы сохранить изменения на объекте, щелкнем на эту маленькую стрелочку и выберем Apply. Теперь это отверстие зафиксировалось на объекте, и мы даже можем посмотреть, как оно устроено в режиме Edit Mode. Выйдем обратно в режим Object Mode. Также можем поэкспериментировать с объединением объектов. Создадим, например, кубик. Разместим его на шарике так, чтобы его часть заходила внутрь. Выделим сначала кубик, он у нас уже выделен. А затем, зажав клавишу Shift, выделим нашу сферу. Затем нажмем на сочетание клавиш Ctrl+. Теперь выделим сферу, и в настройках модификатора Boolean видим, что из-за того, что мы нажали не Ctrl-, как раньше, а Ctrl+, стоит режим Union. И данный кубик как бы сросся с нашим шариком. Применим данный модификатор, нажимаем стрелочку и Apply. Теперь можем создавать объекты и как угодно изменять форму шарика, создавая интересную и даже в чем-то Hard Surface деталь. Выделим сферу и применим все модификаторы, которые были автоматически созданы. Кстати, нажав на правую кнопку мыши, выбираем Shade Smooth, чтобы наш объект визуально сгладился. Видим, что везде, где был применен аддон, появились очень страшные артефакты. Избавиться от них можно очень просто. Для этого переходим на вкладку «Свойств данных объекта». Открываем вкладку «Normals» и ставим галочку на «Auto Smooth». Высокотехнологичный хай-тек улей готов к сдаче радиоактивным щелом. Пробуйте моделить и до новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok